Эй, йоу! Всем привет! Это Давай, как мы знаем. Компания Hooka Place в этом году отметила свой юбилей. 10 лет на рынке. Так вот, они создали целую серию лимитированных аниверсари продуктов, то есть юбилейных. И они почти у меня все есть. Я почти все то, что можно было попробовать, покурил. И готов о них так вкратце немножечко рассказать. Погнали, наверное, с разного рода аксессуаров, потому что их было очень много. С вот такого вот значка. Это Hooka Place Anniversary. Называется вроде бы все это пинами, а-ля вот так. Очень круто, очень красиво. Альфа Hooka сделала в коллаборации вот такое вот свое шило. Конечно же, оно уже было у них, но они сделали гравировочку, сделали бумажечку. И получилось что-то юбилейное, очень приятное. Вот такие вот два чехольчика. И в этих чехольчиках что? В одном идет, собственно, вот такая вот цепь, а-ля Ландьярда. Вот такой вот значок Hooka Place. И, собственно, а-ля Дарксайдовский силиконовый мундштучок. Очень круто, стильненько. Второй такой, собственно, чехольчик. И в нем идет браслет Hooka Place. Собственно, типа того, что делала компания Chewbacca. Только уже Hooka Place. Такие, кстати, выдавали на встрече всех франчайзи. И они этим почему-то очень сильно выебывались. У меня, блядь, теперь тоже есть. Йоу, Таганрог, хэпэ, хватит выебываться. Соответственно, опачки, колодочка от компании На Грани. Это у нас уже не алюминий, а не ржа. И здесь есть, собственно, вот здесь логотип, собственно, всей тусовки. А На Грани и, конечно же, Hooka Place Аниверсари. Ничего здесь, вау, крутого, такого нет. И колодочки, мне кажется, На Грани, именно которые из Нержи, они самые лучшие. А вот то, что из алюминия, ну, такое себе. Компания Werkbund тоже поучаствовала, собственно, в юбилее. И они сделали вот такую вот крутую, на самом деле, интересную чашку. Это фанул, в принципе, то, что я люблю, потому что большая часть моего курения, она именно на фанулах. Хорошая, прикольная чашка. У них, вроде бы, есть такая чашка в основной линейке, но именно здесь коллаборация заключается тупо в нанесении логотипов и, соответственно, текста. Компания Hooligan, собственно, тоже сделала свой роллер в красном цвете. А, ну, блядь, не так, не так, не так. Компания Big Max X Hooligan сделали тоже Hooka Place Anniversary в красном цвете, но всего лишь вот здесь нанесли и вот здесь. И я считаю, что это не суперкруто, но в целом то, что компания Hooligan поучаствовала в юбилее Hooka Place, это, соответственно, тоже уже круто. Соответственно, Satir выпустил Blue Cheese для юбилейной коллаборации. Этот вкус я тоже покурил, и я вам скажу, что, ну, блядь, дело не в самом Satir, а дело во вкусе, потому что, не знаю почему, но компания Satir реально могла выпустить что-то более интересное, потому что Blue Cheese получился крайне обычным сыром, который был у многих производителей и очень-очень слабовато. Компания Chewbacca тоже, на самом деле, сильно подкачала, я очень сильно расстроился. Они сделали вот такую, да, красивую баночку Hooka Place Anniversary, но Hooka Place в целом себя не позиционирует с чем-то похожим на тропики, блядь, чем-то радужным. Это более какой-то андеграунд, это какой-то такой роковая, роковая тема, плюс логотип даже сам роковый, но тропический смузи и как бы слабоватый. Я его покурил, да, хороший тропический смузи и вроде похожий вкус у них есть в линейке Sensation, Emotion, Emotion. И как бы, блядь, можно было бы тоже постараться на самом деле, потому что это было бы реально очень круто. Это компания Dogma. Они, собственно, благодаря этой коллаборации начали новую серию своих продуктов в новой линейке. Это маленькие сигарелы. Собственно, вот так вот выглядит баночка Dogma, это Van Gogh. И внутри, вы думаете, наверное, обычный табак, но нет, там сигарелы. Маленькие, грубо говоря, сигарки. Ты их нарезаешь, крошишь и, соответственно, куришь. Ах, ах, как, блядь, божественно пахнет. Более про Van Gogh вы можете почитать, как в телеграм-канале свидетелей Dogma и прочее, прочее, там более разбесанное. Я тоже это покурил и могу сказать, что без аромочка именно вот эти сигарелочки очень круто, очень интересно. Компания Sarma из Иркутска тоже вписались в эту тусовочку и сделали дыню, блядь, понимаете? Дыня. Я ее покурил, дыня и дыня, блядь. Я реально ждал, что коллабы будут реально крутые, которые именно можно пробовать курить. Но оказалось, что все очень-очень печально, но при этом все очень круто, что это Hookah Place Anniversary, это все коллаборации, это все лимиточки. И эта дыня, она становится крутой, потому что это лимиточка. Deus. Как же Deus мог пройти мимо коллаборации, грубо говоря, мимо юбилейной какой-то тусовки Hookah Place? Они сделали вкус Hookah Place и угадайте, какой это вкус? Угадайте, это двойное яблоко. Но не просто двойное яблоко, я бы, возможно, сказал бы, что Deus тоже, блядь, могли сделать что-то крутое, но сделали двойное яблоко. На самом деле здесь двойное яблоко необычное. Оно шикарное, потому что оно прям по текстуре, по курению, по аромкам аниса, количество аниса и как все это раскрывается. Выбрали путь альфакера, старого альфакера и двойнушечка для фанатов двойнушечки. И Deus Hookah Place это идеально крутое двойное яблоко, которое по крепости крепче, чем альфакер. Ну и закрываем мы это все. Бончия Hookah Place Anniversary. Вкус чернослива, и он у них получился тоже очень шикарным. Он не такой заезженный, не такой черносливный. Больше, наверное, идет оттенок, какую-то сладость а-ля сливы, либо чего-то такого броженного. И, конечно же, как будто есть какие-то свежие специи. Мне это очень понравилось. Я тоже его прокурил, потому что у меня было изначально три банки, плюс пару банок мы купили на стенде для Ростова. И мне понравилось. К сожалению, у меня нет коллабораций с кальянами. Кальяны у нас были кто? Это Миша от Альфа Хуки, это, соответственно, Эль Бомбер, и еще вроде парочку брендов, которых, соответственно, может быть попозже мы на них снимем. Но пока это вот так. Всем спасибо. Это была юбилейная такая коллаборация Hookah Place с разными брендами. А это был Давадым. Всем пока-пока.